Тебя тоже прекрасно. Сейчас я поправлю камеру, чтобы у нас запись была нормальная. Надеюсь, что запишемся с тобой сегодня. Ты сейчас где? Я в Анапе, в прекрасном городе на юге России, Анапа. У нас Новый год. Понятно. Я в Белграде, в Сербии. Тоже новогодняя, прекрасная погода у нас. Дождь и холодно. Примерно плюс 10, наверное, сейчас. Ну, у нас плюс 14 сегодня. Понятно. Слушай, в Анапе дом построили. Я знаю, что вы там дом строите большой на берегу моря. Ты в доме? Ну, я так думаю, что совсем скоро мы будем отмечать новоселье. Все идет к этому. Понятно. Ясно. Ну что ж, народ у нас подтягивается к нашему эфиру. Я думаю, что давай, наверное, начнем наш диалог двух сибиряков, как было у нас в анонсе объявлено. Да? Вот. Сердечки нам... Тебе. Тебе сердечки посылают сейчас в Анапу. Вот. Все наши зрители. Поэтому, пока ребята подтягиваются, скажу, что мы с Евгением решили провести сегодня эфир в виде диалога. Как два сибиряка. Один сибиряк находится в Сербии, другой сибиряк находится в Анапе. Поэтому у нас будет сибирский международный кефир. И, конечно, поговорим о наших бизнес-всяких делах и вопросах. Конечно, личные вопросы у меня тоже есть. И будем задавать их так. Сначала один задает, потом другой. Вопросы без подготовки. Сразу предупреждаю, сценария у нас никакого нету. Поэтому мы с Евгением сегодня, можно сказать, выступаем без подготовки. От души, от сердца, как говорится, перед Новым годом. Жень, кто начнет? Ты или я? Наверное, ты. Я. Хорошо. Тогда у меня есть один вопрос. Ты знаешь, я могу сказать так, что я такой вопрос никогда никому не задавал. Обычно есть какие-то такие стандартные вопросы. Но, ты знаешь, мы с тобой недавно встречались в Будапеште, в Венгрии. И ты мне рассказала немного свою историю, как ты попала в сетевой маркетинг, как ты попала в Cyber and Wellness. Ты знаешь, меня это очень сильно зацепило. Объясню почему. Потому что я впервые в своей истории сетевой, да, а я сетевым маркетингом занимаюсь 23 года, я впервые увидел человека в сетевом бизнесе, который пришел в компанию Cyber and Wellness как менеджер, как менеджер, и потом из менеджера превратился в топ-лидер. Объясню, почему хочу задать тебе этот вопрос. Потому что за мой срок и за, ну, как бы за мое время, которым я занимаюсь сетевым маркетингом, я видел много разных хороших управленцев, менеджеров, людей, которые работали и делали какую-то работу в сетевой компании на зарплату. Вот. И это были хорошие люди. Я сейчас не говорю там про Cyber and Wellness или не про Cyber and Wellness. Но у меня лично сложилось такое впечатление, что человек, который работает менеджером, он к сетевой работе в поле, да, относится, ну, как-то по-своему, мягко говоря. Вот. Кто-то, ну, понятно, что это все добрые ребята, хорошие, как бы профессиональные, встречались у меня на пути. Я не видел ни одного менеджера в сетевой индустрии, который бы пришел и начал работать в поле и стал топ-лидером компании. Обычно эти люди хотят стать или президентом компании, или иметь какой-то свой бизнес, да, но в поле их не затащишь. Вот. Поэтому вопрос, как у тебя это вообще получилось, то есть с чем это связано, как менеджер мог стать топ-лидером сетевой компании. Вот и меня этот вопрос прям очень сильно беспокоит. расскажи, потому что, ну, вот мне это очень интересно. Я думаю, многим тоже. Ну, на самом деле, когда ты попадаешь вообще в атмосферу сибирского здоровья, в офис, ты, я сразу влюбилась в компанию. Я влюбилась в ту атмосферу, которая всегда царила в офисе, и это реально, ну, вот я очень люблю управляющую компанию, потому что вот реально люди делают невозможное, возможно, за очень короткие сроки. То есть там была такая атмосфера вообще просто, я просто влюбилась в компанию сначала, в то, чем я занималась там. Я была кам-менеджером, обучала партнеров, и, соответственно, я такой человек, что я не могу говорить, если я четко что-то не понимаю. Поэтому, когда я проводила тренинг по работе, ну, это было 12 лет назад, там, 14 лет назад, по работе с каталогами, там, работа на холодном рынке, то, соответственно, я брала в руки каталоги, и я ходила в поля, нарабатывала свой опыт, потому что мне было важно вообще, когда ты обучаешь, какая реакция у людей. Также выходила на холодный рынок с анкетами. То есть я, в принципе, для подготовки тренингов проводила всю ту работу, которую делает абсолютно любой партнер в Cyber and Wellness. И я у себя поймала на том, что мне это просто нравится. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И, конечно, когда ты приходишь, ты, за первым, при знакомстве с компанией, ты видишь президента, то есть вообще нереально крутой человек. И вот так. Я видела отношения управляющей компании к людям, которые присоединяются, к партнерам. Меня, конечно, это просто вообще, ну, такого отношения я не видела. То есть вот такое единство управляющей компании и сети, да, для меня был какой-то своего рода феномен. Потому что, в принципе, я очень как-то случайно попала на работу, потому что мы всегда занимались с Олегом предпринимательством. И просто переехали в Новосибирск, да. И у Олега был нормально, развивался бизнес. Мне просто не хотелось дома сидеть. Ну, как бы сказать, у меня тоже был очень хороший опыт в продаже, да. И я думаю, что не бывает случайностей в этой жизни. Вот нам надо было переехать на Ваттибирск. Мне нужно было прийти на работу, устроиться, чтобы именно прийти к этой нереальной, культой возможности, как сетевой. И я начала просто читать, изучать вообще всю систему бизнеса, потому что, как и у всех, по-разному же мнение разное, да. Мы просто решили в этом разобраться. И потом я вообще еще влюбилась в эту сетевую индустрию. Короче говоря, ты разобралась так, что потом пошла в поле и осталась в этом поле уже на 12 лет. Ну, да. Ну, и все, конечно, когда ты обучаешь людей, я же очень много по разным городам ездила, я видела настолько уникальных людей, настолько позитивных людей, которые чего-то в жизни хотят, добиваются, не боятся трудностей, готовы обучаться этому. И вот я думаю, неужели такое вообще в жизни существует? Такая система, которая где-то внутри давно у нас с Олегом созревала. Мы этим реально хотели, мы видели так этот свой бизнес. То есть мы всегда по жизни такие активные, мы постоянно, как бы сказать, на драйве, постоянно движение, да. И всегда хотелось вот именно в жизни путешествовать, заниматься тем, чем тебе охота, что приносит интерес. Поэтому как-то все так сложилось, и я очень благодарна этому, потому что я считаю, что это подарок судьбы. Просто подарок судьбы. Нам нереально круто повезло. Просто. Понятно. Вот. Хорошо. Давай. Спрашивай. Ладно. Ну, на самом деле, я очень рада, Дим, что мы с вами познакомились. Вы действительно с Татьяной уникальны. Взаимно. Мы с вами встречаемся. Я вот действительно получаю огромное удовольствие с общениями с вами. И вот у меня, наверное, как у многих вопрос, да, потому что и мне иногда это задается Олегом. Вообще, потому что у нас очень много в компании семейных пар, да. И вот, а как вообще судьбой поменял вас как семью? Как семейную жизнь? Что он принес? Потому что многие думают, что что-то там происходит вообще, и как-то это повлияет. Ну, как? Просто ваш опыт? Да. Три года сетевой, но у вас столько кайфа и драйфа. Вы вообще постоянно сидели. Я вам сейчас видела, вы уже в Черногорию слетали. Там уже вообще, я представляю, что там будет. То есть вы постоянно вдвижники. Меня просто вдохновляет ваша семья, да, и вот ваши отношения к жизни, к делу. Вот я думаю, вообще, ну, почему-то потому, что, наверное, сетевой как-то повлиял на это, или были другие причины? Я думаю, что, безусловно, на это повлиял сетевой однозначно. То есть на формирование всей нашей семьи повлиял сетевой маркетинг. Это 100%. Объясню почему. Потому что, ну, во-первых, мы познакомились с Таней, сетевой компании. Вот, это было в 90... Да, это было в 96-м году. И как, ну, как получилось. То есть она была партнером моей третьей линии. То есть она была у меня в третьем поколении. Вот. И на тот момент мы работали в Москве, в ДК «Сокольники». Проводили презентацию своей командой небольшой, да, то есть у нас какое-то обстановление проходило в 96-м году. И Таню я прям, ну, на первой встрече увидел, потому что ее привела, привел партнер мой, да, и представил ее как нового дистрибьютора, такое слово было. Вот. И, в принципе, она мне очень понравилась сразу, потому что она была очень такая симпатичная. Мой стиль, да, который девушек, которые мне нравятся. Симпатичная, умная. И нам некому было выступать на презентации по продукции, рассказывать. Потому что раньше онлайна не было. Нужно было нарисовать маркетинг, показать продукт. Вот. И мы сразу ее как бы взяли в оборот. И говорю, Таня, давай, ты у нас... У тебя ноги длинные. Будешь рассказывать на презентации маркетинговую продукцию. Вот. Это такое было первое знакомство. И, в принципе, потом там, ну, интересная история, скажем, поскольку девушка мне нравилась, и я оказывал ей всякие знаки внимания. Вот. И всегда хотел помочь ей с бизнесом, естественно. Затащил ее к родственникам в Одессу. Думаю, надо ее быстренько увезти, развивать бизнес в регионе. Вот. Я говорю, Таня, у тебя есть где-нибудь родственники? Я говорю, у меня в Одессе. Я говорю, поедем вместе, тебе там сеть будем строить, будем там делать бизнес. То есть для меня это был такой шаг, да, то есть через бизнес попытаться, скажем, стать, может быть, ближе к этому человеку. Вот. Поэтому она более, скажем, человек такой, ну, что нас объединяло, мы из мира спорта. То есть я играл в футбол до сетевой компании. Она мастер спорта по баскетболу играла в Московском Динамо и на Олимпиаде была. То есть, ну, такой серьезный, скажем, состоявшийся спортсмен-профессионал, да, игрок командный. Вот. Поэтому, может быть, общие штуки, которые у нас были, это то, что мы командные игроки, да, ну, для бизнеса. А все остальное сформировалось непосредственно в сетевом маркетинге. То есть мы всю, ну, скажем, вся семья, она у нас состоялась именно в сетевом, потому что, знаешь, как, наверное, самое основное, не помню, кто сказал, один из каких-то великих людей сказал, что муж и жена – это люди, которые каждое утро смотрят, должны смотреть не друг на друга, а по жизни смотрят в одну сторону. А как тут без сетевого маркетинга? Когда ты по жизни смотришь в одну сторону, да, то есть ты смотришь в сторону квалификаций, в сторону команды. Ну, то есть ты имеешь общий бизнес, который у тебя в семье, да, то есть они, скажем, знаешь, как и дети-то рождаются на презентации в сетевом маркетинге. Вот. Поэтому у нас никогда не было проблем в этом плане. То есть, скажем, мы как-то не разделяем, в нашей семье мы не разделяем бизнес от каких-то личных отношений, да, то есть или бизнес и семья, ну, иногда спрашивают такое, а как вы совмещаете? А мы никак не совмещаем. То есть у нас это… Да, вот у меня стоит нейровижн, с той стороны стоит там косметика и так далее. И все это в нашей семье – это именно так. Они… У нас и дети-то рождаются в сетевом маркетинге. То есть, поэтому… А то, что касается движника, тут вопрос, ну, просто, скажем, мы имеем общие цели, да, то есть имеем общие цели, общие ориентиры. И для нас, как бы, компания Cyber & Wellness, ну, это часть семьи. Ну, как сетевой бизнес – это часть семьи. И то, что мы сейчас в Cyber & Wellness – это вот, ну, как-то такая семейная какая-то штука. И от этого и получается… От этого мы и получаем удовольствие. Потому что постоянно хочется развиваться, да, то есть постоянно хочется осуществлять какие-то свои мечты, поскольку, ну, в сетевой маркетинг люди приходят за разным. То есть вот я, например, пришел в сетевой маркетинг там, ну, за одними, там, за деньгами, за признанием, еще за чем-то. Но я могу сказать, что в сетевом маркетинге любой человек может осуществить свою мечту. Маленькую. Там, среднюю, неважно, какую-то. А у нас эти мечты, они осуществляются, получается, за счет наших семейных каких-то ценностей, семейных целей и всего. Поэтому, в принципе, ну, мы можем как вместе ездить, так и раздельно. От этого алгоритма работы, он не меняется. Ну, я с тобой полностью согласна. Потому что вопросы тоже ко мне прилетают иногда с Олегом, как, что вообще. Олег всегда говорит, вы знаете, у меня в телефоне одни телефоны женщин, и жена не ревнует. Ну, да. Я думаю, что и сейчас тоже не ревнует то, что мы с тобой в прямом эфире друг к другу признаемся в любви и в уважении. Правильно? Ну, действительно, согласна, у меня тоже в команде очень много семейных парк. Я вижу, как семья меняется. И абсолютно на 100%. Говорю, что сетевой бизнес, он абсолютно укрепляет семьи. Это колоссальное преимущество. Просто колоссальное преимущество, которое, ну, редко где можно встретить. Вот. Обычно бизнес семьи разъединяет. Ну, так вот происходит в жизни, да. Что бизнес разъединяет семьи, а тут вот наоборот. Ну, и поэтому я... Тут ругаться некогда, потому что постоянно какая-то задача, на какую-то определенную задачу работаешь, и в принципе... Не, ну, я могу сказать, мы не ругаемся в семье, но мы иногда очень жестко спорим. Спорим, да. Да, то есть споры, бизнес-споры у нас есть. Они как бы присутствуют. Это нормально, это тоже как бы нормальный рабочий процесс. Вот. Поэтому... Так что семья только усиливает. Вот. Слушай, если я ответил, могу задать свой вопрос. Конечно. Вопрос не только мой, еще и ребята писали и в Инстаграме, и в чатах. На чем ты сейчас больше всего с Олегом, ты или с Олегом, на чем вы больше всего концентрируетесь? Вот. Все-таки у тебя супер лидерский статус, топ лидерский статус компании, огромная структура. При этом я знаю, ты еще в Европе развиваешь сеть, то в Сербии, то в Венгрии. Вот. В Красноярске у тебя большая структура. Ну, то есть география твоего бизнеса, она глобальная. Да. И для многих людей это такой вот, ну, предел, скажем, может быть, даже где-то мечтаний. Вот. Какие сегодня у тебя самые важные ориентиры? Вот именно на сегодняшний день. Именно перед Новым годом. Потому что, знаешь, я недавно запустил опрос, как бы в одном из своих чатов. Написал, что вы делаете там, неделя до первого числа, что вы делаете там? Первый вопрос. Пытаюсь увеличить квалификацию. Второй вопрос. Я там пытаюсь, но уже Новый год все отдыхают. Я просто отдыхаю. А я вообще начну бизнесом с Нового года заниматься. Вот. Ну, такой как бы небольшой опрос. А вопрос к тебе. Что сегодня для тебя самое важное? Вот. На что ты бросаешь свою энергию, свое время сегодня именно в бизнесе? Вот именно вот в эту неделю до Нового года? Может быть, вы уже там, не знаю, елку наряжаете и уже забыли про все обороты, квалификации и все остальное? Ну, мы не наряжаем, у нас два кота, поэтому мы елку не наряжаем, боимся. Но на самом деле, только перед тем, как с тобой Витя на связи, да, общалась с партнерами, у нас сейчас в команде одна задача – это Москва. Мы все 11-12 в Москве на нереально крутом событии, лидерском событии, где соберутся партнеры с разных стран, регионов. Ну, то есть, поэтому задача только туда, потому что наш с Олегом бизнес, то есть, когда мы только начали делать первые шаги в бизнесе, наставник сказал, есть одна очень хорошая технология. Мы закрыли первый такой значимый рамк, для нас это бизнес-тим 5000 баллов, и были в Екатеринбурге на бизнес-конгрессе. Мы были вдвоем. Наталья, в целом, когда ты один на событии, зарабатывает наставник, когда ты с командой, зарабатываешь ты. Я сначала не поняла этого момента, поэтому спросила, что на событии нужно быть всегда с командой. И после этого было следующее событие, где мы уже вывезли команду 20 человек, и, соответственно, через около, наверное, не прошло двух месяцев, рамк профессионалов. То есть, мы отработали эту технологию на своем опыте, и мы понимаем, что события – это, на сегодняшний день, я считаю, единственный инструмент, который дает рост. Я не знаю ни одного лидера, который бы вырос не благодаря событиям. То есть, любой лидер, который сделал квалификацию, любой лидер, который сделал яркий такой результат, он всегда говорит, первое, что помогает – это события. Извини, я тебя тогда сейчас перебью, это не будет считаться моим вопросом, это как в догонке. Вот. Событие Cyber and Wellness в Москве 11-12 января. По сути дела, то есть, это Новый год, и в России народ еще празднует. Вот. Я понимаю, как бы, о чем ты сейчас говоришь, о том, что ты сейчас бросаешь все свои усилия на промоушен, на продажу этого события, на вывоз своей команды, да, то есть. И, ну, по крайней мере, я почему понимаю, потому что я сейчас борюсь за каждого человека, чтобы он купил билеты и приехал в Москву, чтобы он отсеял, скажем так, и определился, что для него срочное, а что для него важно. Вот. А у тебя бывает такое, что тебе люди сейчас говорят, слушай, я бы поехал, например, на события в Москву, но это Новый год, там, у меня еще праздник, или вот, ну, с какими ситуациями, например, может быть, тебе говорят, а зачем мне ехать в Москву, онлайна разве не будет, там, я в прямом эфире посижу дома, около елки посмотрю. То есть, ну, разные же бывают ситуации. Как ты с маразмом борешься, вот, в плане событий? Ну, на самом деле, как сказать, сейчас скажу правильно. То есть, модель правильного понимания, для чего события, мы закладывали с Олегом сразу. То есть, все партнеры в нашей команде понимают, что такое событие, и все понимают абсолютно точно, чтобы говорить с наставником, со своей командой на одном языке, нужно быть в одном информационном поле. И мы всегда говорим, не приехал на события, ты на полгода свой бизнес назад, как говорила Татьяна. Что, братья? Если, а сейчас, если раньше, как бы сказать, в любом случае, ну, как бы передача информации, она была, ну, как бы не в таком темпе, как сейчас, то сейчас, чтобы идти вперед, нужно бежать, бежать. И ты прав, онлайн много информации, я не спорю, что сейчас онлайн, как бы сказать, рулит и нормально. Но оффлайн живого общения, живого события, живого вообще встречи, его ничего не заменит. Потому что я также с Олегом работаю с партнерами онлайн, то есть, это нормально. Но сейчас у меня, если честно, Новый год на втором плане. То есть у меня все мысли в голове, это встреча, это мы уже с командой там чат создали, кто едет в Москву, сегодня обсуждали, в какой гостинице мы живем, кто как добирается. И у меня один партнер сказал, Женя, пешком, ну, мне надо туда дойти. Неважно, на автобусе, на поезде, пешком, но я дойду. Понимаете? Ну, то есть у тебя едут, да, я подчеркиваю, поскольку у тебя очень большая организация, например, у тебя едет Красноярск в Москву? Они еще решают, решают. То есть сегодня разговаривала со своим профессионалом с Олей, решает. Так, красноярцы, я твоим красноярцам привет передам. Красноярцы, чтобы в Москве были. На самом деле мы как бы стараемся всегда в рейтинг попадать. И в Стамбуле у нас команда была такая нормальная, вообще 85 человек. У нас в команде заложена вот эта культура обучения. То есть они абсолютно понимают, что чтобы с наставником быть на одной волне, да, нужно быть там, где наставник. Я с Олегом не пропускаю ни одного события. Где Татьяна Гороховская, где Юрий Гитчев, где руководство, там мы. То есть у меня даже мыслей нет. То есть был один момент, когда на лидерскую конференцию Олег поехал один. Была серьезная ситуация, я не смогла. Меня распирало вообще, что им там говорят, а я не слышу, я не знаю. Как я вообще? Я Олегу потом пытала. Но я понимаю, он все равно не передаст то, что там было. То есть все. Мне надо знать все. Я не могу отставать в бизнесе. То есть это недопустимо вообще. У меня действительно была большая команда, и команда каждый день задает вопросы. То есть ты Новый год отодвинула, и сейчас занимаешься продажей мероприятия Cyber and Wellness для своей команды. Да, да. Вот отлично. Мне это и надо было узнать, чем занимаются топы Cyber and Wellness. Продают события. Ну вот, люди квалифицируют. Самая нормальная тема сетевая. Давайте, слушай, вот вопрос. События-то будет работать. Конечно. Давай. Спрашивай. Я, наверное, сейчас задам маленько такой вопрос, тоже интересно. Твое мнение. Потому что сейчас очень много людей, которые рассматривают возможность сетевого бизнеса, да, они реально понимают, что это крутая какая-то индустрия, что в ней можно состояться. И, в принципе, бизнесмены рассматривают вообще, выбирают компанию, да. А вот у меня такой вопрос. Как ты думаешь, у кого, по твоему мнению, может не получиться в сетевом бизнесе? То есть, все же говорят, сетевой бизнес для всех, но все-таки не для каждого, да. Вот как ты думаешь, у кого может не получиться? Не получиться? Могу сказать, что не получиться, может, у человека, у которого нету цели. То есть, человек без цели, человек без дельниц. Знаешь, вот, это мое мнение. То есть, я могу, скажем, его могут, да, его могут люди разделять, могут не разделять. Вот. Человек без цели, человек без дельниц. Вот это вот я усвоил очень-очень давно. Знаешь, когда человек имеет цель, свою какую-то цель, неважно, там, большую, маленькую, финансовую, карьерную, я не знаю, там, еще какую-нибудь, вот, то ему есть куда двигаться. И, например, сетевой, что такое сетевой, да, бизнес? Сетевой бизнес, опять же, в моем понимании, это бизнес для неудовлетворенных людей. Которым все мало, я бы сказала. Ну, не то, что мало. Скажем, человек, который чем-то неудовлетворен в своей жизни, да. То есть, и тут, ну, разные причины бывают. Например, причина, что человек неудовлетворен своим здоровьем. Такое может быть. Может быть. Сегодня это модно. Сегодня это, скажем, перспективно, да. Сегодня это везде, там, в соцсетях и по телеку, там, показывают про ЗОЖ, про биохакинг, про еще всякие модные слова. Через, там, два года появится еще какое-нибудь модное слово, которое на слуху. Вот. Ну, для чего? То есть, поскольку есть люди, которые неудовлетворены и что-то хотят изменить в своем внешнем виде, да. То есть, там, в своем, ну, там, внутреннем мире. То есть, они могут приходить в сетевую компанию, например, в Сайдеринвеллус, да, есть замечательная линия, вот, нутришен, стресс-релив стоит сзади, да. Вот. Человек неудовлетворен своей психикой. Вот. Значит, он может поправить свою психику при помощи стресс-релива Сайдеринвеллус. Вот. Конечно, это может быть как бы шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Есть люди, которые неудовлетворены своим финансовым положением. Здесь тоже разная тема, да. То есть, кто-то, может быть, кому-то интересует дополнительный заработок. Он приходит в сетевой, и он здесь это получает. Кто-то хочет зарабатывать большие деньги. Тоже, скажем, для этого есть сетевой маркетинг. Карьера, признание, путешествие. Кто-то любит бонусы, да. То есть, сегодня вот, ну, тоже такая тенденция есть, что много людей сегодня любят всякие бонусы. Особенно в Инстаграме. Вон, конкурс такой-то, конкурс какой-то. Там есть даже целая группа людей, которые тусуются по конкурсам. То есть, лишь бы что-то найти как бы ухватить. Поэтому сетевой маркетинг – бизнес для неудовлетворенных людей. Вот. И любой человек, который приходит, он приходит осуществить какие-то свои потребности. Вот. Чем больше у него потребностей, тем больше у него шансов преуспеть. Тем больше у него шансов, что у него получится. Если человек приходит, и для него сетевой – это как игра, да. То есть, ну, я мало встречал людей. Я практически вообще, наверное, даже не встречал за 23 года. Чтобы человек пришел в сетевой, и у него было бы полное счастье. То есть, из полной нирваны, да, такой вот. Вот он пришел в сетевую компанию, вот. И у него нирвана. Все у него хорошо, все у него отлично, потребностей никаких нету. Зарплата отличная, здоровье там как у быка, да. Вот. Все его признают на улице, все его любят. Скажем, знаешь, пирамида Маслова есть такая, да, там, где люди развиваются по этому треугольничку. То есть, и он пришел на пике этой пирамиды, пришел в сетевой маркетинг. Я не видел таких людей. Поэтому, скажем, не получиться может только у человека, у которого или нету цели, или нету потребностей. Вот у него может не получиться, ну, потому что ему незачем этим заниматься. Незачем пользоваться продукцией, незачем разговаривать с людьми, незачем развивать этот бизнес, незачем обучаться. То есть, вот когда нету этих потребностей у человека, да, вот тогда у него не получится. В принципе, все остальные, чем больше мотивации у человека, тем больше у него возможностей, что у него этот бизнес получится. Для меня вообще, я могу сказать, что самый мотивированный человек в сетевом бизнесе, это одинокая мать с двумя детьми. А еще лучше с тремя, понимаешь? То есть, потому что этому человеку не нужно объяснять, зачем ей делать этот бизнес. Ее не надо мотивировать. У нее вся мотивация, вон, дошла до холодильника, открыла холодильник, и вся мотивация там лежит. То есть, этому человеку не надо объяснять, зачем ему квалификация, зачем ему разговаривать с людьми и так далее. Вот для меня это самый серьезный человек в сетевом бизнесе. Не предприниматель, там, с большими кучами знакомыми, не врач, с которым постоянно приходит куча клиентов, или не спортсмен, который чемпион мира, которого знает весь мир. Одинокая мать с двумя детьми. Самый мотивированный человек для построения команды для сетевого бизнеса. Согласна. У нее получится точно, абсолютно. Вот у нее сетевой бизнес получится тысячу процентов. Ну, когда ей есть что предложить, да? Как продукцию, например, в сайберинвеллесе, наш бизнес предложить. Ну, я согласна с тобой, что в любом случае, действительно, у человека должна быть цель. Он что-то должен хотеть, неважно, там, хотелки, говорится, у всех разные. Ну, и самое главное, делать. Потому что иногда кто-то много чего-то хочет, а вот делать... Ну, для этого есть наставник, понимаешь? Для этого есть наставник, который всегда поможет своему партнеру. Например, даст спинка под зад, чтобы тот в Москву поехал. Или еще что-то, какую-то мотивационную речь приготовит. Или поговорить с ним по душам. Элементарный вопрос. Слушай, дружище, ты вообще зачем пришел в бизнес? Чего хочешь-то? Я вообще с тобой денег заработаю в этой жизни или нет? Ответь мне на вопрос. Я часто задаю этот вопрос своей первой линии. То есть, вот я подписал человека, например, он говорит, я хочу, там, к примеру, зарабатывать 5 тысяч долларов в месяц. Хорошо, там. Вот, дальше уже смотрим на то, что мы с ним распланировали, на его действия. Рано или поздно, когда я вижу, что он тупит или тормозит, я всегда ему могу сказать, слушай, друг мой, ответь мне на один простой вопрос. Я вообще с тобой денег в этой жизни заработаю или нет? Ты что сидишь, что билет в Москву не покупаешь? Бизнес-то простой. Он же такой, на отношениях человеческих строится. Хорошо, если я ответил, могу спросить. Ну да, у нас как раз на два вопроса еще осталось время с тобой. Вот смотри, я в продолжении твоего вопроса, да, сейчас хочу у тебя спросить такую тему. Можешь ли ты дать три самых важных пункта, на которых сейчас нужно сконцентрироваться новому партнеру Cyber and Wellness? Вот сегодня, сегодня какое у нас число? 25-е? А, сегодня Рождество, кстати, католическое, смотри. У католиков праздник, а мы с тобой по бизнесу топим. Вот дай три совета. Три совета новому партнеру. Вот представь, что я твой новый партнер. И ты со мной разговариваешь и говоришь, Дима, вот тебе сейчас на январь месяц, на остатки декабря и на январь месяц нужно сконцентрироваться на трех вещах. Вот на каких? На результате декабря. Это абсолютно точно. Потому что сегодня 25-е декабря. И вот осталось у нас с вами, ну, шесть дней. Самых таких жирных шесть дней. И здесь нужно реально за шесть дней сделать хороший результат, что подзвон бокалов, гордиться собой. Вообще нормально сказать. Я это сделал. Абсолютно точно. Нам нужно с декабря выжить по максимуму. Потому что мы все ждем декабрь. Хотя я считаю, что жирный месяц может быть каждый месяц. Но декабрь как-то у нас залог. Да? Это первое, чтобы я сказала. Второй момент. Четко поймешь, что в 2020 году хочешь сделать в твоей жизни. Какой результат достичь. Чтобы он у тебя в голове был. Потому что в Новый год всегда нужно заходить с четким пониманием, какой будет 2020 год. Мы, например, когда мы четко понимаем, какой у нас будет 2020 год. У нас есть уже четкие планы. И мы понимаем, что мы достигнем в этом году. Потому что я считаю, что человек живет с целью. Ну, как бы, меня, например, дух захватывает от того, что мы как бы напланировали. И ты, ну, как бы, ты живешь этим, и твоя жизнь становится интересной. Чем вот какой он будет 2020 год. Потому что все равно это еще один год твоей жизни пройдет. Мы тут недавно ехали на машине с Олегом. И я еду, и думаю, как классно. Декабрь. Плюсовая температура. Хотя я истинно красивая зрячка. Я люблю седеть. Люблю зиму. Но я хотела так жить. Именно я хотела, чтобы зимой в машине, в кроссовках. Люблю зиму. Ко мне это все вообще не нравится. И мы с ним вспоминали, какой вообще 2019 год. Он реально крутой был. Потому что мы много чего сделали. Мы много, как сказать, очень было много опыта нового. Потому что это две страны. Это Сербия, это Бенгрия. Это абсолютно интересный опыт. И как бы нам это нравится. 2019 год был крутой. Честно, для нас он был крутой. Мы вообще в восторге от этого года. Ну, в принципе, каждый год. Но 2020, какой будет год, зависит только от нас. Вот от тебя. Я бы научилась просто. Какой будет 2020 год для тебя? В бизнесе, в твоем развитии, в семье, в путешествии, в здоровье, что ты поменяешь. То есть подумай. То есть это очень важно. Ну и, конечно, третий момент. Очень важный. Сразу бы. Охота несколько моментов уложить в одном вообще. Надо три. Если будет 11-12 января труд. Вот я бы сказала это. Потому что события, вот иногда мы, когда мне начинают говорить, да, вот события, дороги, что-то. Я вспоминаю наш с Олегом Путин. У нас был один чек, но два билета на самолет, два билета на поезд, гостиница на два человека, билеты на садики на два человека. У нас никогда не стоял вопрос, кто из нас один поедет. Нет. Ну да, есть такая тема, да. И каждое событие, оно прежде всего формирует тебя как личность, тебя как профессионала индустрии. Любители ни в одном бизнесе никогда не сделают ничего значимого вообще, ничего такого уникального, ничего хорошего. Любитель зашел, полюбил немного, что перевышал. Бизнес делает настоящий результат, делает профессионалом. Нужно быть профессионалом. А для того, чтобы быть профессионалом, надо вкладывать свои мозги. Давай подведем итог. Давай подведем итог. Первое, значит, я должен сконцентрироваться на остатках декабря, готовку салата оливье отодвинуть в сторону, а заняться непосредственно своей профессиональной дистрибьюторской деятельностью. Вот. Второе, я должен очень хорошо перед тем, как пробьют куранты 12 часов и обычно люди желания загадывают в это время. Перед этим я должен очень хорошо распланировать со своим наставником 2020 год. И третье, я должен вместе со своим наставником встретиться 11-12 января в Москве. Да, да. Отлично. Заметано. Давай, есть время еще? Так, да, у нас с тобой есть. И я опять такой хочу вопрос. Я думаю, что он тоже интересен. Людям хотелось бы услышать от профессионалов, да, тех уже 20-30 года в этой индустрии. Работают нереально хороших результатов. Действительно, у вас очень яркая история в Cyber and Wellness уже. И это круто, это здорово. А как на твой взгляд, какие ловушки попадает человек, когда начинает заниматься сетевым? Что вот бывает такое? Ловушки? Ну, наверное, основная ловушка такая, знаешь, вот как... Мне, кстати, Таня подсказывает сейчас преимущество семейного бизнеса, понимаешь? Она не выдержала, и все-таки мне в ухо залезло сейчас. Засунула мне информацию. Вот. Одна из ловушек – это то, что в сетевом бизнесе ничего делать не надо. Вот. Когда человек приходит, да, и он думает, что... Ну, тут делать ничего не надо, что за тебя все сделает система, например, да, или за тебя все сделает наставник. Такая тоже тема бывает. Например, когда речь идет о квалификациях, когда речь идет об открытиях новых рангов, да. Ну, а зачем? Это же наставнику надо, а не мне. Если наставнику ранг нужен, ну, пускай мне и помогает, например, делать ранг, да. Ну, вот, там, людей мне подписывать или еще что-то делать. Вот. Поэтому я думаю, что это вот основная какая-то такая ловушка, что сетевой бизнес – это, знаешь, как вот, ну, какой-то такой вот, такая тема, что делать ничего не надо, что вот все как-то само... ...палетели, да? Да. К тому собой все произойдет. Вот это самая основная ловушка. Остальные, в принципе, ловушки, они такие уже... Я могу про себя сказать. Для меня ловушка – это маркетинг-план. Вот. То, что, в принципе, человек, который имеет... Это я сказал про то, что ничего делать, это оттанет. Ну, вот. А теперь за себя. Поскольку у меня по математике в школе было три, а любой бизнес – это все-таки математика. Вот. То здесь такая моя личная ловушка, в которой я попался и попался в прошлом месяце – вот, это маркетинг-план. Вот. Не до конца, скажем, что-то я уловил в какой-то момент, не до конца его просчитал. Обязательно человек, который имеет финансовые, карьерные планы, да, вот, он должен знать четко тот маркетинговый план, по которому он идет. Вот. И я где-то расслабился, короче говоря, потерял немного квалификации в том месяце. Вот. Но даже меня не это напрягло. Напрягло не то, что квалификацию потерял, а по деньгам чек немного меньше был, на что я рассчитывал. Вот. И я уже потом понял, откуда это взялось, когда более углубленно залез в маркетинговый план Cyber and Wellness, увидел, где я этого не доработал. Это чисто наша такая была, ну, нельзя сказать, что ловушка, урок, наверное, урок для меня это. Вот. Но он нормально, на то он и сетевой бизнес, то есть для того, чтобы потом суметь это проанализировать и больше как бы этого не допускать. Поэтому бывает и такое. То есть, поэтому ловушки две. Вот. Мои ловушки. Да. Первое, то, что ничего не надо делать. А второе, надо очень хорошо знать маркетинг-план той компании, в которой ты работаешь. Ну, если ты пришел за пристанием, за деньгами, за карьерой, то есть если ты делаешь бизнес. Ну, если ты бизнес не делаешь, то тебе надо хорошо знать продукт, продукт и акции, когда какие появляются. То есть, кто бизнесом не занимается, ему достаточно этого. Ну, я думаю, что по маркетинг-плану ты правильно говоришь. Потому что если ты серьезно начинаешь заниматься делом, ты просчитываешь маркетинг-план. Потому что, когда мы с Олегом подключились к бизнесу, первое, что мы сделали, мы взяли маркетинг-план и свой такой бизнес, свою бизнес-стратегию мы проработали с учетом маркетинг-плана. То есть, это, в принципе, твоя бизнес-стратегия в бизнесе. Поэтому, опять же, серьезно нужно как-то с ним подходить. Если ты одна из ловушек, что ты думаешь, что это несерьезно, да, ты вот пришел, и там как-то тусовка такая, все нормально. На самом деле, сетевой бизнес, это действительно, я бы считаю, что это нереально крутая возможность для любого человека, который серьезно относится, прежде всего, к своей жизни. Вот абсолютно серьезно относится к своей жизни. И тогда, понимая компанию, я считаю, что надежнее бизнес-партнера, как Cyber & Wellness, но нет на сегодня. За 12 лет компания выполняет все свои обещания, все, что она говорит. 5-го числа, еще раньше, приходит чек, ни на одну копейку, ни разу, за 12 лет меня компания не выполняет. Кстати, я тебе вопрос задам. А в январе когда чек начислят? По опыту. В январе когда чек начислят? По опыту. Чек встанет, я так думаю, что числа 3-го. Уже мы увидим, что, как он будет. А там как все отдохнут, наверное, числа 9-го. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что в предыдущей компании нам в январские чеки последний раз выплачивали в марте. Мама, нет, нет. Я не знаю, что касается денег, Дим, я тебе скажу, здесь ты можешь вообще быть спокойным. Деньги всегда вовремя, копеечка в копеечку. Что заработал, что получил. Все. А что еще надо? Что еще надо сетевиков? Хорошо. Как ты поработал, так ты поработал. У нас с тобой еще есть 10 минут. Может, мы есть у людей вопросы, потому что отвечаем на вопросы, как думаешь. Давай попробуем, посмотрим, как банки заработают, так и сразу начислют, перечислять. Это Сергей у нас. Ага. Давай вопросы, вопросы. Благодарю. Ну, в принципе, тут благодарят нас все, знаешь, говорят спасибо, все такое. Какие вы красивые, делают комплименты тебе, сердечки посылают. Вот. Ну, я думаю, что мы можем продолжить, скажем, эфир, поскольку, ну, есть еще какие-то вещи, которые хотелось бы тоже тебе позадавать, но можем, например, это сделать уже после Нового года. Вот. Уже такие более какие-то практические у меня, вот мне, например, очень интересно, как ты в поле выходила работать с каталогом. Вот. Но сегодня не буду спрашивать, поскольку времени нет, а то в следующий раз обязательно спрошу. Вот. Да, любую кипиш, в принципе. Хорошо. Олегу привет. Увидимся вживую. Увидимся в Москве. Вот. И спасибо тебе большое, что нашла время сегодня с нами пообщаться, поговорить. Дима, спасибо тебе, мне очень понравилось. Вопрос очень хороший. Спасибо тем, всем, кто был на прямом эфире. Всех с наступающим Новым годом. И я хочу под напоследок сказать. Только вы являетесь волшебником своей жизни. Не верьте в чудо, чудите сами. И мы с Дмитрием будем очень рады встретиться с вами 11-12 в Москве на нереально крутом событии компании «Сатя Генвеймас», нашей компании, нашего международного нереально крутого бизнеса. Спасибо. Начнем, да, начнем чудить по-сибирски уже с 11-12 января. Так что, вот, всем до новых встреч в эфире. И спасибо большое. Отключаю. Спасибо.